клево всем друзья середина февраля и я выскочил на рыбалку на большинстве водоемов лед у нас уже сошел я приехал на канальчик попробовать половить карася хорошо погода пока классная несмотря на то что к вечеру обещали усиление очень сильно ветра думаю половить не хватит фух класс я вырвался наконец-то это две недели практически без даже три недели практически без рыбалки если не считать одного выезда на ловлю головля был погода у нас просто была бешеная выпало очень много снега просто я не помню такого снега я с машины счищал три раза сантиметров по пять трое суток шел снег все ладно ребята я сегодня с видером буду ловить карася так что погнали а Ребят, на прикормку взял всего одну пачку, лес черный, больше не надо. Вот такая прикормка, мелкий помол, легкий запах, то что надо. Водичка. Так как задача карась, будут прикормки делать тяжелые, чтобы не пыли. Хотя здесь может быть и тарань, но на что-то я знаю, уже сейчас нет. Поэтому упираться в тарань нет смысла. Чисто половить карася, да. Если тарань будет, тоже на тяжелую прикормку. Какая тяжелая прикормка не была, она все равно будет немного пылить. Даже самые-самые липкие. Все равно найдутся частицы, которые будут поднимать. В прикормку добавлю чуть-чуть мидии рома. Много сейчас не надо. Это может, наоборот, большое количество рома выиграть по холодной воде. Негатив у карася и другой рыбы. Небольшое, сама прикормка черный лечь, которую я использую. Она с очень-очень легким ароматом. Он очень слабенький. И поэтому немножко добавка мидии, будет такой рыбный запах и будет отлично. В принципе, все. Прикормочка лепится, но она сейчас постоит, еще возьмет воду до конца, подсохнет. Еще добавлю одну пачку мотыля. Обычные фасоводные пачки. Там несколько грамм мотыля. Сюда его добавлю. Но это уже будет тоже перед самой рыбалкой. Сегодня собрал два удилища. Одно буду ловить именно чисто на фидер. А второе, сейчас соберу донку и попробую половить на него пеленгаза. У меня есть вот такой нерис сухой. Поймаю, не поймаю, не знаю. Почему бы и нет. Нет, так нет. Присыпка. Посыпуха, присыпуха. И по инструкции просто залей воды. Все, надо пять минут. Нужно пять минут, чтобы оно постояло в воде. А пока свяжу доночку. Все, монтаж готов. Такой вот монтажик. Теперь можно насаживать. Сливаю воду лишнюю. И насаживаю. Немножко раздвигаем. Один. Есть. А чего вдруг клюнет? Кто-нибудь. Второй. Аккуратно делаю забросить. Это такая снасть, которую часто перезабрасывать не надо будет. Все. Вдруг клюнет. И вторая. Это у меня будет обычный легкий фидер. Привязываем монтаж. Самый обычный. Петля гарнера. Они у меня отдельными вставками. Не люблю я ловить, вязать на основной леске. Я не спортсмен. Мне это нафиг не нужно. А вот бывает за одну рыбалку этот монтаж превращается в хлам при ловле в жестких условиях. Если бы я ловил на основной леске, то я бы несколько раз обрезал бы в ракушку этот монтаж. Привязал. В принципе условия ловли мне известны. От того берега идет свал. Потом корыто. И под этим берегом опять подъем. Но все равно протащу. Посмотрю. Можно смело кидать в любое место. На середину кидать и не париться. Да, вот он подъем пошел. Не очень принципиально. Главное, чтобы внизу свала хоть того, хоть этого. Так без разницы. Что-то с прикормкой. Вот, сухая. Добавляю капельку воды. Отлично. Все. Шикарная прикормка. Пока все. С водой одну добавляю, чтобы чуть-чуть было вкусняшки, чтобы рыбе было не скучно выбирать. Смотри-ка. Удерживался, чтобы было интересным стоять. Все. Сейчас сделаю, положу буквально три вот таких небольших кормушки за корма. Так. Есть. Все три. Положил. Начал ветерок появляться. Ветер будет вот так. Не очень комфортный. Не в спину. Но какой будет. Я знаю, пеленгаз здесь есть сейчас или нет. Тут два канала. В одном он есть почти все время сейчас. А в этом не факт. Крючки не вязал с того года. Начну. На 0,12 поводке. Поводок длиной 30 сантиметров. Начну с этого. Дальше буду посмотреть. Начну с одного красненького опарыша. Такой красавец. Холодно. Он взмерз. Забиваю первую рабочую кормушку. В бой, друзья. Первая пошла. Есть сейчас рыба или нет. И все, ребят. Ждем первую поклевку. Надеюсь, она будет. Летят гуси. Класс, прямо надо мной прошли. Штурмовики. Да, если стая пройдет и будет гореть, будет весело. Так, кто-то трогает на нереиса, ребят. Или леску цепляет, или фиг его знает. Может быть, такие поклевки. Так пеленгаса ни разу не ловил. Поэтому какие у него поклевки сказать не могу. Но были плавные движения. Прекратили. Сразу четыре кого-то клюнуло. Дюб, дюб. На фидер полная тишина пока. Как будто рыбы вообще нет. Я попадал уже в этом месте, когда здесь тишина, на другом канале, как с пулемета. Хотя сейчас, после тех погодных катаклизмов, что у нас были, вообще неизвестно, будет ли где-нибудь что-нибудь. Сама интересная какая-то рыба там тасуется. Смотрите, чешуя. Так. Какая-то рыба тасуется. А на фидер полный игнор. То есть, что-то там ходит. Вот так, друзья. Какая-то рыба есть. Он тишью вытащил. При этом полный игнор фидера. Поставлю. Четырнадцатый. Тоненький, маленький крючок. Четырнадцатый. Очень-очень легенький. Очень маленький. На первом поводке. Посмотрим, даст результат или нет. Мотылика попробую. Пеленгаса много, но никого не вижу, чтоб ловил. Десять часов и ноляк. Вот опять подергунчик был на нереице. Оп, 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 оп. Ребятки, а что-то есть на нереице. Оп, сход, 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 сход. На нереице была поклевка и сход. Может быть багрился, я не знаю. Но сам факт. Прислетел пинопласт. Интересно, что это было в рот или багрился. И вот там стоит много. Именно прямо под тем берегом. Оп, оп, оп. А что-то есть, ребята. Что-то есть. Сейчас вот и узнаем, кто там и за что там. За какую часть и что за рыба. Ходуном ходил-ходил кивертип. Как будто бы забагрил. Ребята, а это карась. Забагрил карася. Так. Вот это интересно. Первый мой карась. Зажопинг. Может, начнет клевать. Так. Это уже поинтересней. Девая опарыша. То есть, он подошел. Карась там есть. С точки кормится. Угу. Есть шанс. Есть шанс, друзья. Есть шанс. В толще падает по рыбе. Там что-то стоит в неимоверном количестве. Кто что фиг его знает. Оп-оп-оп. 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 Была поклевочка. Походу карась подошел. Ребята, подошел. Мне кажется. Он долгожданный. Оп-оп-оп-оп. Да, ребята. Есть. Он подошел все-таки. карасик карасик отлично отлично долго он собирался очень долго но пришел еще над ним что-то стоит какая-то рыба что-то мне цепляйся сегодня возможно не крупный пеленгас но брать не хочет потом стоит во всей толще воды он падает бым-бым-бым по рыбе стучит и сюда мой карасик у как он бьется субы и караси зиме и долго шин подходил ребят долго иди-иди-иди мы хорошие а есть ребят все ловим спеллингас клюнь я тоже буду рад но красивее очень рад а над ним мелкий пеленга стоит представляете кто-то есть или что-то или кто-то но есть естественно модели как ух какой хороший ух какой классный карасик ребята карась просто огонь вот такое красавец в середине февраля ребят мотылика скушал хорошо мотылика ты ли еще тот мотылик так 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 Перенгас на месте. Есть, есть, есть. Есть, ребят, как льет карась. Подошел. Вот это класс. Хороший карасик. Шикарный просто. Как он бьется. Слушай, вот они зимние бойцовые. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Красавец. Класс. Класс, друзья. Просто офигительный. Ребят, монтаж использую самую обычную петлю гарнера без фидергама. Как я вижу, можно перейти посмотреть по ссылке. Сейчас в верхнем углу появится ссылочка. И также ссылочку на видео, как я их делаю, оставлю в описании. Ловлю я отдельными монтажами. Меня это больше всего устраивает, чем делать прямо на основной, на плетне. Мне так больше нравится. Я не спортсмен. Мне безопасный монтаж не нужен. Ну вот она, монтаж, ребят. Вставка, обычная петля гарнера. Без всяких. Всё отлично. Перехлёстов нету. Поклёвки видно отлично. Да, карасик есть. Клюёт. Это классно. Поклёвки интересно. Чередуются. То очень-очень нежненькие. Просто еле касания. То такие довольно бодрые. Ну, для зимней рыбалки. А класс. Просто класс. Иди сюда. Лапоть. Ого. Ого. Ого, карасик. А я без пацака. Вот это лапоть. Ого. Оборвал походок. Без пацака 0,12 оборвал. Бывает, бывает. Долго собирался. Долго. Не хотел. Пеленгас там не пускал. А потом, самое интересное, он зашёл. И пеленгас просто выше встал. И он стоит немерено выше. А карась не мешает пеленгасу. Карась внизу, пеленгас вверху. Кого-то забагрил. Кого-то хорошего. Что-то доброе. Поводок тоненький. Крючок маленький. Зацепил леску. Вот у пеленгаса и вот там как в грязи. Пока падало, крючок зацепил его. 14 номер. На 0,13 поводке. Какой он боец. Уже не первый у меня такой за сегодня. Все сошли. Все сошли. Нет, не поверю. Вот. Это моя улыбка. Это моя улыбка. Не веришь по твоей улыбке. Ай. Не верю. Не верю. Тут она давит. Как Сузан. спешить не буду карася уже спустил ну что ребята рыбалка для зимы просто огонь февральский карасик для февраля я думаю более чем классно карась собирался долго больше двух часов но потом он пришел и встал снизу стоял карась над ним стоял пеленгас на пенга на не риса у меня было несколько непонятных то ли поклёвок то ли чего-то но что-то типа два схода было и одного хорошего пеленгаса забагрил на 14 крючок 012 поводок умудрился карася было много они спинга сам поделили нишу в карась стоял на дне пенга с над ним и это было в большом количестве при падении кормушки она стучала по пеленгасу потом опускалась на дно и там клевал карась рыбалка была сказочно отличное удовольствие получил до новых встреч друзья